Здравствуйте дорогие зрители! Приветствую вас на моем канале Алишопоголик. Сегодня я покажу вам несколько купальников, которые я купила для себя и для своей дочери и покажу все, как это выглядит. Прежде чем я сейчас расскажу, покажу вам, как выглядят эти купальники, я хотела еще раз напомнить о кэшбэк-сервисе Алибонус. Не забывайте регистрироваться там и пользоваться им, потому что это действительно хорошая экономия денег. Я вам всем это советую, сама пользуюсь уже несколько месяцев этим сервисом. И, конечно же, хочу, чтобы и вы тоже экономили на своих покупках. Так что не забывайте, смотрите, как можно сэкономить на своих покупках с Алиэкспресс. Ну а сейчас начнем с первого купальника, который мне тоже очень понравился и который хорошо на мне сидит. Это вот такой вот купальничек. У него здесь вот лямочки я могу сама регулировать, завязывать. У него нет никакой застежки, так что я могу сама отрегулировать на спине, насколько сильно я хочу затянуть этот купальник. Вот так вот он выглядит. У него такой вот очень нежный синенький такой цвет, такая гамма цветовая. Мне очень понравился он именно тем, что он так спокойненько выглядит. Мне очень понравилась посадка самого бюстгальтера. Он хорошо держит грудь, между прочим. У него есть, конечно же, синенькие лямочки. Я их сейчас сняла, потому что я купальники все выбирала с теми соображениями. Я хочу, если я загораю, то чтобы было без всяких там лямок. И поэтому я покупаю только такие купальники, которые я могу носить именно без лямок. Итак, вот такой вот купальничек будет хорошо смотреться без лямок и тоже держит. Я на своей массе 95-73-97 заказала размер L. Грудь у меня 95, а под грудью 83 см. Так что для ориентации так немножко вот такие вот массы. И мне этот размер L подошел. Весь купальник обклеен такими стразовыми разноцветными камушками. Посередине здесь тоже. Очень классно выглядит. И у него красивая форма груди получается. И он за счет вот этих вот здесь вот не сказать, что это пуш-ап, но здесь внутри такая как подушка, что ли, для груди внизу. И оно как бы немножко приподнимает грудь. Мне этот купальник очень нравится. Всем его советую. Заплатила я за него всего 666 рублей. И, конечно же, я этим сам очень-очень довольна, что качество идеальное просто. Так как меня Боженька задней частью не обделил, мне всегда нужны такие плавочки, которые прикрывают попу. Поэтому я ищу всегда такие плавочки, которые действительно закрывают то, что нужно. И вот такие вот плавочки я выбрала вместе с этим купальником. Здесь у нас по плавочкам идут тоже спереди всякие стразики. Мне нужно немножко похудеть, потому что мне как бы немножко выглядят как ушки, что ли, немножко сжимает это. А так это размер L. И я думаю, что если бы я взяла размер попольше, то он бы мне был большой. Так просто надо немножко поработать над собой еще. Этим купальником я очень-очень довольна. Даже могла бы поставить оценку 5+, если бы можно было. Следующий купальник, который я вам сейчас покажу, у меня уже несколько лет. И заказала я его уже в двух цветах. Года три назад я заказала первый зеленый. Потом года два назад заказала себе еще такой розовый. Ярко-ярко-розовый цвет. Вот такой вот. Он очень хорошо смотрится на загорелом теле. И этот купальник мне просто идеально подошел именно тем, что в этом купальнике я нашла все то, что я искала. Именно то, что я могу сама регулировать лямочки. Я здесь могу их завязывать как я хочу, как и на предыдущем купальнике. Здесь у нас есть лямочки, чтобы поддерживать. Если, допустим, на море, на волнах или что-либо подобное. И в этом купальнике, как и в другом, тоже такая внизу, как подушечка, которая приподнимает немножко грудь. Этот купальник я тоже советую тем девушкам, у которым может быть грудь немножко поменьше. Потому что он делает очень красивое декольте. Он, во-первых, поднимает грудь этими самыми подушечками внутри. А во-вторых, вот эти цветочки, которые здесь поверху находятся, они делают еще такой более объемный вид груди. И это мне тоже очень нравится. Этим купальником я очень-очень довольна. Я заказала его первый раз за 8 евро зелененький. А потом перезаказала вот этот вот розовый. Он стоил у другого продавца 11 евро, потому что зеленый уже не продавался. Итак, вот этот вот купальничек. У него лямочки тоже снимаются. Я уже заметила у этого купальника, например, может быть, это вам на заметку, если вы его будете тоже заказывать. Заметила, что если его не сильно затянуть, то как-то он как бы открывает здесь немножко грудь. Сверху я, допустим, могу как бы заглянуть. Но если затянуть потуже, то он очень хорошо сидит. Я первый раз, я сделала такую ошибку, что оно как-то было немножко как свободно на мне сидело. Если затягиваешь потуже, то он очень хорошо держит грудь и хорошо сидит. На этом купальнике плавки еще лучше, чем у предыдущего, потому что здесь на этих плавках я тоже могу отрегулировать, насколько сильно я хочу затянуть их. Итак, вот это, конечно, здесь перетягивать ничего на бедрах не будет. Здесь будет все определенно классно сидеть. Здесь у нас тоже вот такое вот окаемочко идет вот этими цветочками, как и на бюстгальтере. И попа тоже хорошо прикрыта, мне что очень нравится, но у него очень низкая посадка. Этот купальник я вам могу с чистой душой посоветовать, потому что я им сама очень-очень довольна. Я пользуюсь им, как я уже говорила, несколько лет. Зеленый у меня немножко уже потемнел от крема, я вам сейчас его тоже покажу. Вот так вот выглядит мой зелененький купальник. Очень такой красивый, насыщенный зеленый цвет. Мне тоже он очень нравится, советую. Еще я заказала вот такое вот чудо, монокини. Это монокини, хотя я заказывала его в размере L, мне немножко в бедрах узковато. Оно прям чересчур перетягивает, и так я его носить не буду. Заказывала я его уже в прошлом году, но все же так же ни разу еще и не одела, потому что вот мне мешает, что на бедрах оно слишком перетягивает, как-то немножко странновато смотрится, если у тебя там все сжато. Этот купальник не для меня, это не мой размер, мне был размер XL, больше бы подошел, но, к сожалению, у продавца его нет. У него есть размер S, M и L. Если вам тоже нравится такой купальник, то советую учесть, что в бедрах у вас должно быть, ну, по крайней мере, я не знаю, наверное, 90, но не 97, как у меня, потому что тогда слишком перетягивает. Купальник сам мне очень понравился, в принципе, но он на мне трещит, когда я его одеваю, потому что это действительно не мой размер. Вот тут у нас везде эти большие стразы пришиты, тоже классно выглядит. Единственное, что я заметила, что на трусиках немножко как будто бы эти стразы как-то в одну сторону наклеены, или вот когда я сейчас его одевала, чтобы сфотографироваться. Плавочки у этого монокини тоже хорошо прикрывают попу, и даже сидят немножко выше, чем на других купальниках. Заплатила за этот монокини 850 рублей, я думаю, что это тоже хорошая цена для такого купальника, но, к сожалению, он мне немножко маловат. При покупке моего следующего купальника я довольно-таки долго сомневалась, он долго лежал у меня в моей корзине, потому что я люблю загорать, ну, как можно максимально, да, чтобы было больше открыта кожа. Я лифчик как бы не снимаю, но все же хотелось бы, конечно, чтобы все тело загорало равномерно, и получается, что у этого купальника, у него здесь вот немножко вот эта вот часть немножко пошире, и поэтому я как-то сомневалась, буду ли я такой одевать или нет. Но сейчас, когда он ко мне пришел, это моя новая любовь. Я этот купальник одела, я в него тут же влюбилась. Очень-очень мне понравился. Во-первых, делают красивую форму груди. У него вот эти чашечки тоже интересные такие, никакие не острые, не делают такую какую-то странную форму груди. Очень хорошо проработано. Здесь тоже минимальные такие тоже подушечки, которые приподнимают грудь. Вот опять же на мой размер 95 и 83 под грудью я заказала размер L. Он вот мне хорошо подошел. Здесь у нас сзади вот эта вот полосочка, просто сплошная такая, и здесь вот эти вот еще на застежке лямочки. Классно все смотрится. Вот эти лямочки тоже можно снять, что я и буду делать. Они здесь пристегиваются только с одной стороны и завязываются здесь наверху. Вот так вот выглядят трусики, вот так вот спереди и вот так вот сзади. Посадка у них не сильно высокая и не сильно низкая. Они хорошо сидят. За него я отдала 650 рублей. Это тоже, в принципе, очень классная цена для него. Он качественный, хорошо все прошито. Мне очень понравился. Ну а сейчас я покажу вам еще пару купальников, которые я заказала для своей маленькой принцессы. Поэтому заказывала я эти купальники уже в прошлом году. Мы их очень с удовольствием носили. Ну и я просто решила показать вам заодно купальники для моей дочки. Итак, первый купальник, который я заказывала, это вот такая вот красота. Этот купальничек мне очень понравился, потому что у него здесь вот эти нежные-нежные лепестки, стюли, которые так обрамляют лавочки. Вот этот бантик здесь. Вот мне сейчас нравятся такие постельные тона, вот такой вот мюдовый цвет. Поэтому тогда я заказывала именно вот этот купальничек. Вот так вот выглядит бюстгальтер. Вообще просто красота такая. Здесь вот бантик сзади у нас, на застежечке здесь на такой, на пластмассовой. И вот тут, наверное, части купальника нашиты такие паеточки с бусинками. Тоже очень красиво смотрится, очень нежно. Мне этот купальник очень-очень нравится. К нему еще идет шапочка такая тоже, с вот такой вот такой емочкой, как бы там нежная такая. Когда я покупала этот купальник в прошлом году, ей было 4,5 года. Тогда он уже ей был как раз. За этот купальник я заплатила 8 евро вместе с пересылкой. Я считаю, что это очень классная цена для такого купальника. Тем более, что в нем видно, что вложено очень много работы. Во-первых, здесь вот когда сделаны эти всякие цветочки, эти лепестки, или как это можно назвать. И то же самое, вот эти пайетки, которые здесь пришиты. Так что я считаю, что это очень классная цена для такой покупки. Ну а второй купальник, который я тоже заказывала для своей дочери, это вот такой вот зелененький. Он тоже классно смотрится, так очень нежно за счет этих рюшечек здесь, которые на нем. Тогда, в прошлом году, когда я его заказывала, тоже тогда ей было 4,5 года, я заказала тоже размер 5. Вот так вот выглядят трусики спереди рюшки и сзади тоже. Они немножко уже подзапачкались песком, который теперь уже больше не выходит, не выстирывается. Вот так вот выглядит вторая часть этого купальника. Здесь все завязывается, тоже такой с рюшечками, с бантиком, тоже очень-очень классно смотрится на ребенке. И к тому же здесь тоже такая же идет шапочка, тоже с окоемочкой, но сейчас она ее тоже куда-то заныкала. Не могу ее найти сейчас, но в принципе вы можете пройти по ссылке и посмотреть, как все это выглядит. Этот купальничек мне тоже очень нравится. Заплатила я за него тоже 9 евро и считаю, что это классная-классная цена. Ну вот я вам рассказала о своих новых и также проверенных покупках, которыми я тоже очень довольна. Я надеюсь, что это видео вам тоже понравилось. Если это так, ставьте пальчики наверх. Если вы еще до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Нажимайте на колокольчик, чтобы вы получали первыми уведомления о моих новых видео. Я буду очень рада приветствовать вас снова. Пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok